здравствуйте рад приветствовать вас на своем канале пустыне куда не бросишь взгляд до горизонта простираются только дюны порой до 25 метров высотой и безжизненные пески летом жара до плюс 48 градусов а зимой температура опускается до минус 15 градусов крайне скудное количество осадков в год не более 40 миллиметров и практически нет растительности и водоемов хотя если и встречаются водоемы то они сильно соленые кстати про то как водоемах пустыни выращивают крабов будет отдельное видео следите за эфиром это и есть знаменитая пустыня такломака пустыне на западе китая в сензиануй бурском автономном районе является одной из крупнейших песчаных пустынь мира длина с запада на восток свыше 1000 километров ширина до 400 километров площадь песков свыше 300 тысяч квадратных километров общая площадь составляет 337 тысяч квадратных километров в этой пустыне в названии которой по одной из версий переводится как кто пойдет тот не вернется в 1993 году началось уникальное строительство автомобильной дороги через пески которая закончилась уже через два года строительстве дороги принимало участие не менее 180 специалистов которым в последующем пришлось решать проблемы с поглощением дороги песками данный проект был связан с колоссальными невероятными по себестоимости и трудозатратам решения там где тысячелетиями передвигались лишь караваны верблюдов и где на сотни километров не было ни одного поселения вот неполный список того с чем пришлось столкнуться строителям самой длинной в мире трассы пролегающей по территории пустыни автомобильная трасса пересекающая пустыню такломакан с юга на север носит название таримское шоссе дорога имеет общую протяженность 550 километров при этом около 450 из них проходит по территории лишенной жизни на протяжении всей трассы вокруг только дюны точнее были дюны пока рабочие не высадили вдоль всей дороги растений так как пески засыпали дорогу для того чтобы предотвратить наступление песчаной пустыни на трассу инженеры посадили вдоль шоссе засухоустойчивые виды деревьев и кустарников после многолетних испытаний был определен список растений пригодных для выживания в условиях такломакан конечно весь этот титанический труд был проделан не для того чтобы соединить города через песчаную пустыню инфраструктура этой малонаселенной части сензиан и узкого автономного района вполне справлялась и без таримского шоссе все дело в богатейших месторождениях нефти и газа которые были обнаружены в пустыне такломака таримский нефтегазоносный бассейн расположился на площади более 500 тысяч квадратных километров и на сегодняшний день здесь сосредоточено около 30 процентов всех углеводородных богатств китая именно ради освоения месторождений таримского бассейна и для облегчения эксплуатации трубопровода и была построена грандиозная дорога равной которой нет на планете результаты затраченного труда определенно стоит нефтедобывающие провинции запада получили связь со всей внутренней территории китая большое спасибо что досмотрели видео подписывайтесь и ставь лайки до новых встреч